Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас настало это долгожданное время. Вот это именно время, это новый супер гибрид, и как я и говорил в прошлом своем видео, да, что он будет точно похож на спинатазуха, и он, в общем-то, и есть спинатазуха. И какие варианты называл? Либо спинораптор плюс капразух, либо горгазух плюс спинозавр, да. Ну, у нас получилась такая вот версия, да, спинозавр редкий плюс супер ДНК, а ну-ка, чьи тут написаны, супер ДНК, капразуха. Ну, в общем-то, все точно я угадал, многие из вас тоже писали правильные варианты, ребятки. Итого, вот наше существо, это не мой аккаунт, мы в гостях, вот такой вот у нас красивый-красивый спинатазух. Там у нас он такой более фиолетовенький, здесь он у нас такой вот более серенький, зелененький, скажем так. Давайте сейчас мы посмотрим, сколько он стоит. Он стоит тысячу клеток, то есть как мано-стиготопс, а если взять тут все супергибриды... То есть, ну да, он, то есть обычная цена. Давайте посмотрим показатели. Три, три на полторы, три на три почти, не кисло, шесть на две и десять на пять. Ну, то есть, он как офиакодон, то есть супер-пупер-мега-демагер. Да, вот такая вот у нас, ребятки, тварь. Давайте, сейчас мы будем его кормить. Вот так. Ну, выглядит он классно. Он на первом уровне вообще выглядит шикарно. Видно, что новая разработка и над ней постарались. То есть, не так, как с некоторыми другими динозаврами, которые на первом уровне и сблизи выглядят как кусок говна. Это, например, акроконтозавр. В принципе, ну, сейчас я вам покажу, да, что далеко ходить. Вот, запомним, как выглядит вот этот парень. Так, и давайте, допустим, посмотрим на акроконтозавра какого-то. Или майюнгозавра, по-моему. Давайте, сейчас я тут сортану по хищничкам. Давайте смотреть. Давайте, вот майюнга. А ну-ка. Давайте, сейчас его посмотрим, как он выглядит. Не, майюнга выглядит неплохо. Акроконт, значит, ищем акроконта. Акроконтища. Так, где ты там? Великий, ужасный, где-то пропустил. Вот, офиакодон. Смотрите, какие у него показатели. Ах, а, блин, тут еще нет карточки. Печально, что отсюда нельзя увидеть. Так. Вот, акроконт. Давайте перейдем. Ну, блин, не то. Ах, кто же этот? Этот выглядит тоже нормально. Блин, а кто, метриакант, может, е-мое, что там, не могу вспомнить. Кто там, какого я называю там, как будто бы он обжегся весь такой. Может, метрик? Да, вот. Ну-ка, блин, подтупило. Давайте. Ну, да, вот, вот, кусок, кусок говна, вот то, про которое я говорил. Это же жесть, как он выглядит. Текстур нет, они ужасные, они размыты. Вот дальше вот уже вот на 30-м уровне он выглядит хорошо, короче. Вот то, что я хотел вам показать. Но этот же парнишка у нас выглядит зачетно. Так, 10-й уровень. Давайте сделаем сразу с него 20-го. Ну, в принципе, ребятки, еще в комментариях можете написать, какой еще из динозавров на первом уровне выглядит отвратительно. Так, вот на 20-м уровне мне он тоже прекрасно нравится. Вот такой вот 20-й уровень. Давайте посмотрим на 30-й уровень. Так, чем он отличается? Ну, он все зеленеет и зеленеет. 20-й, 30-й. И 40-й, ребята. Вот так выглядит. Вообще 40-й очень похож на спина Тазуха. Вот с этими отростками такими, как и в Jurassic World Alive. Так, ну, давайте теперь прочитаем про него. Этот гибрилл был создан, чтобы проверить ДНК Раптора на возможность адаптироваться к водной среде. Так, спина Тазуха очень проворен и часто охотится на плезиозаврову побережья. Ну, понятно. Типа как на тюлени, да? По ночам спина Тазуха прячется под водой, чтобы незаметно подобраться к жертве на берегу. Такое сомнительное выдумка. И зеленая рассветка спина Тазуха помогает ему прятаться в ряске совсем как современным крокодилам. Ну, этот, ряска это такая вот... На воде растет мелкая водоросль, типа. Ряска. Да. Да-да-да. Такая мелкая, кругленькая. Так. Давай, ручи. Ручи. Ну, вот так. Неплохо. Неплохо выглядит. Он не сильно меняется от 20-го на 20-м. Ну, вот начинают появляться эти шипы, наросты такие, да? Да, вот они стали более ярко выреженными. Ну, а на 40-м просто чуть больше этих шипов, и появился вот такое вот торчащее перья из гребней. Ну, перья, шипы, кости, как хотите так и называйте. Так. Ну, и сейчас мы пойдем, пойдем его тестировать. Так. А что у него там по показателям? Три на три. Ну, слабоват, как бы, для самых сильных событий. Он слабоват. Он слабоват. Так, что у нас тут по событиям? Событий сейчас никаких нет, открытых здесь. Что значит забрать? Ау, тут был пройден турнир какой-то. Или награда за что-то. Так. Сюда не пойдем, туда не пойдем. Ну, тогда что, будем в пвп идти, получается. Пойдем в пвп. Пвп. Итак. Это кай... А, что кай на зои тут? Не понял. Все существа. Юрский период. Так. Давайте пока хищники возьмем. Правда, не обратил внимания, какие же у него там показатели. Черт. Черт, подиури. Какая у него там сила удара? У него должна быть большая довольно сила удара, да? Вот. Двадцатый. Вот, начинается вот здесь. Давайте возьмем Раджика. А, между ними Птерыча какого-то такого некислого. Зухарептера давайте возьмем. Давайте, погнали. Затестим нашего спината Зуха. То есть, выполним три боя. Так, по два косаря. А что, мне такие какие-то крепкие попались, ребята-то? Слишком. Да, так. Попомощнее, чем мне бы хотелось. Ну, в принципе, шансы есть. Посмотрим, как получится. О, па-па-па-па-па-па-па-па. Блин, а у него, блин, а... То есть, ход был первый не мой, а у него, черт. Я не смог накопить нужное количество баллов. Я думал, еще до трех до терпения сейчас. Ну, то есть, четвертый получить. Блин, тут еще баллов не хватает. Ну, блин, не получится пробить двоих. Двоих пробить не получится. Ну, они мощнее. Мощнее, чем мой. То есть, он атакует сейчас на четыре. У него слишком большая сила удара. У спината Зуха мало жизни, и он не сможет пережить два удара. Но у меня шесть. Ну, сейчас посмотрим. Шансы есть, но... Тут уже доля везения. Такой вот красавчик. Ну, кстати, сила удара, да, у двадцатого, как у Индоминуса сорокого. Раз-два, он покойник. И раз-два... Три, ребята. Вот это наш шанс победить. Ну, все зависит от того, что будет делать он. В принципе, даже если он сейчас меня не протокует, у меня большие шансы на победу. Потому что я его за два удара пробиваю. Какая красивая сцена. Вот. Если он не поставил все баллы в защиту, то он проиграл. Если поставил, то... Ха-ха, вот трусь. Ну, если бы он правильно посчитал, если бы он смотрел мои видео и был подписан давно на канал, он бы поставил все баллы в защиту. Блин, ну зубы, зубы, зубы. Видели, как он открывал рот? У него зубы вроде какие-то спиленные, тупые. Как у Археотерия. Ха-ха, затащили. Затащили, это прекрасно. Это был вам не тупой компьютер, это был человек. Так, идем дальше. Идем дальше. Берем... Эрлика. Индоминуса уберем. И Аптеры сейчас возьмем. Вот так, давайте. Правда, слабоватый Аптера взял, наверное. Мало жизни и удар, блин, слабоватый Аптера. Надо было брать Аптеродактиль. Две, две, две. Ну, такие крепкие ребята. Что-то противник покрепче попадается мне. Картина та же самая. Амфибия и два хищника. Это что, какой-то новый тренд, что ли? Так, ну на этот раз я хожу первым. У меня один балл. А, ну, по идее, он должен ходить первым, да? Или нет? Нет, все по плану, нормально вывлекал. Я забыл уже, как обычно. Так, ну, давай, атакую на три. И мы победили. На два. Не лучший вариант. Придется лишнее очко потратить. Так, у нас Индоминус и Раджик. Снова Индоминус. И мы снова будем съедать Индоминуса. Зухариттера. Если он проатакует сейчас. Да. Ну, мы помним. У него атака под два костреля. То есть, мне нужно оставить три балла в защиту. И, в принципе, все нормально будет. Так. Второй Индоминус на счету. Спина Тазуха. Всего лишь два нам хватает. Ого. Да это вообще изи-катка получилась. Намного легче, чем... Чем первый бой. Так, ну вот и все. И Раджа. В общем-то, мы за эту серию съедим всех топовых хищников. Ха-ха-ха. Так, еще у нас остался сороковый. Зубы, зубы, видите, какие-то тупые. Как будто бы спиленные. Так, ну и бой номер три. Давайте, вот, возьмем пахи. Так, а где мой сороковый? Не понял. А, он был занят. Ладно, хорошо, мы его как раз освободили. Ой, что это такое она выбирала? Ха-ха-ха. Вот так. Ну, а тут, по традиции, мы берем птера. Погнали. Так, ну посмотрим, будет легче или сложнее, сколько амфибий нам попадется. Блин, смотрите, что за прикол. Это что, живые люди? Что они ходят? Кто-то может объяснить? Что это за фишка? Кстати, классная раскраска тридцатого пахича. Я что-то привык на сорокового смотреть. Против нас играет барышня-блондинка. Посмотрим. Два удара я должен выдержать. Так, у него пять. У нее пять, точнее. Он не проатаковал. Неплохо. Потратил баллы в защиту. Шесть. Давай, атака на шесть. А, я не должен пробивать, черт. Может сейчас маленькая атака быть на пять. Нет, все-таки на шесть она решилась, хотя она не могла меня пробить. Это было не... Не обдуманно. Особо. Так, за один удар я его уничтожаю. Ставлю три в защиту. И четыре переношу. То есть, получается, в этом бою спинатозуху нашему всего лишь один приятродон достанется. Ну, мы можем, в принципе, и сделать наоборот. Наверное, давайте мы все-таки сделаем. Подменимся. Подменимся. Давайте. Хотя я сейчас бы легко его убил. Без проблем. Так, ну, у него удара явно меньше трех косарей. Даже вот так. У нас в каждом бое, да, спиннич по два. По два покойничка на свой счет записывал. Так, ну, его ничего не спасет. У меня два удара есть поверх его четырех. Мы победили. Прикольно-то, конечно, закончилась эта сценка за забором. Даже красивого скриншота нельзя сделать. Вот такие, в общем-то, вот дела у нас, ребята, были. Двадцатый. Тридцатый. И сороковый спинатозух. Так что ставим лайк. Подписываемся на канал. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok